Замечательный певец, народный артист Советского Союза, причем народный он не только по званию, но, конечно, по своей сути. Сегодня свой день рождения отмечает Иосиф Давыдович Кобзон. И я рада, что могу поздравить его одной из первых. Доброе утро и мои поздравления, Иосиф Давыдович! Доброе утро, Арина! Спасибо вам! Самое... День начался очень хорошо. Это важно. Иосиф Давыдович, у вас такая прекрасная дата сегодня. 77 лет. Я так рада, что вы в добром здравии и в хорошем расположении духа. Я всегда вспоминаю незабвенную Фаину Георгиевну. На вопрос, как вы себя чувствуете? Она говорит, согласно паспортным, да. Ой, Вася Давыдович, по-моему, вы кокетничаете. Поэтому надо говорить, ну что, старость она никогда не украшала, особенно женщин. А, сделай стрелки, перевел. Да, 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 да. Потому что, ну, мужик, он и есть мужик. Я вот смотрю на вас, у меня такое впечатление, уж простите, пожалуйста, что в детстве вы были хулиганом. Жутким. Вот точно. Мы дрались улицы на улице. Вот, до первой крови. Прямо до крови. Вот, как кулачные бои. Ну, такие благородные хулиганы. Благородные хулиганы. Ну, а как... Нет, ну, защищали девчонок. Защищали. А танцевали с ними на танцплощадке, куда-сюда? Да, в парке Чкалово, в парке Шевченко, в Днепропетровске. Да простит меня Нелли за этот вопрос, ваша замечательная супруга, о свою первую любовь. Вы помните? Помню. Я учился в седьмом Б, а Лёдочка Ритвиновна училась в седьмом А. Писал записки, притом хитрил. Я достал большую Мухтара Уэзова книгу «Абай» и вычитал там стихи. И написал ей на уроке записку, передал на перемене. «Я увидел тебя на другом берегу, сделай лодкой свою золотую серегу и меня переправь, а не можешь, прости, мне милее тебя, никого не найти». Ах, просто до слез. А она-то отвечала вам взаимной любовью? Она разрешала мне донести портфель до дома, мы жили на одной улице. Ну, это высоко. А потом, в один из морозных дней, она мне разрешила поцеловать ее щечку. Иосиф Давыдович, конечно, воспоминания юности прекрасные, они бодрят. 43 года, да, вы вместе с Нелли Михайловной? 43 года, я с любимой Нелли. А как вы Нелли Михайловну называете? Дома, конечно. Куколка. Куколка. Да. А куколка вас как называет? Пупсик. Здорово. А что, так называют? И дети все так называют. Я говорю, хоть вы в обществе не называйте меня так, но смеются же люди. Он говорит, сколько вашему деду лета, а вы все попсик, попсик. Ну вот. Иосиф Давыдович, у вас огромная семья, семеро внуков. Когда вы собираетесь все вместе, есть какие-то занятия интересные? Ну, я не знаю, какие-нибудь игры, шарады, танцы, дискотеки? Я каждой внучке и каждому внуку при рождении посвящаю песню. И мы устраиваем семейную дискотеку. Правда? Да. Они любят эти песни посвящения. Дочери я там посвящаю. Ты с именем божественным Наташа. И жгучая любовь, и радость наша. А сыну я посвятил. Ты подрастай, сынок, ты подрастай, моя крохотка. Знаете, я где-то прочитала, что 43 года – это фланелевая свадьба. Фланелевая? Да. Когда вы Нелю встретили тогда давно, вы сразу поняли, что это ваша судьба, да? Никто не предполагал, что мы столько лет будем вместе. Особенно, когда меня посещали всякие болезни ненужные. Я почему-то думал только об одном. Господи, спою я еще что-нибудь? Выйду я ли еще раз на сцену? Я думаю, была главная забота, а рядом была Нелли. Вот все, что меня поднимало. Песня – это ваше лекарство. И ваша жена – ваше лекарство. Это правда. Да, да, да. Это известно. Я нашел свое счастье в любви к песне, в любви к Нелли. Ну и, конечно, моим богом и фетишем всегда была моя мама. Иосиф Давыдович, огромное спасибо вам за эту встречу и от всей души с днем рождения вас. Спасибо. Ну а наша программа заканчивается. И, конечно, нам остается попрощаться с вами и напомнить. Каждое утро, каким бы оно ни было, солнечным или пасмурным, теплым или прохладным – это всегда подарок. Доброе утро! Субтитры подогнал «Симон»!